Как вы могли прокомментировать выборы в парламент? Мы видим, что самопомощь и слуга народа берет большинство абсолютно везде. Это первый раз в истории Украины, когда партия берет столько голосов в парламенте. Ну, вы знаете, вы помните времена партии регионов, у них тоже было большинство. Не только в парламенте, и на местах везде. И вы видите, чем оно закончилось в конечном итоге. Если будут услышаны проблемы людей, проблемы горожан, вообще жизненные проблемы, я думаю, что у них может что-то получиться. Если не будет услышано, то я боюсь, что к хорошему это не проведет. Ну, вот сейчас в офисе президента говорят о том, что, в принципе, возможно, в сентябре будет переизбрание местных советов. Мы готовы. Так вот, вы как раз готовы. И мне интересно, как вы считаете, вот ваши коллеги по депутатскому корпусу, например, оппозиционный блок, тот же Игорь Сергеевич, как его лидер, есть ли у них возможность остаться в следующем созыве? Есть ли возможность попасть вообще в следующий созыв, если мы видим, что в парламенте у нас происходит, оппозиционный блок, в принципе, ничего не набирает, и «Слуга народа» берет большинство? Ну, вы же видите по данным двух выборов, туров выборов президентских и Верховной Рады, что по такой статистике в городской совет попадет две партии – «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа за життя». Остальные не набирают определенное количество голосов. Поэтому, я думаю, из такого формата будет состоять и следующий депутатский корпус. А вы примкнете к кому? И будете ли вообще баллотироваться на следующий созыв? Ну, вы знаете, я как бы, что значит примкну? Я на сегодняшний день отношусь к оппозиционной платформе «За життя» и довольно-таки мы нормально отработали все два тура. То есть, допустим, в следующих выборах вы будете баллотироваться от этой политсилы? Естественно, естественно, да. Ну, а как вы думаете, вот Игорь Сергеевич, человек все-таки, который у нас был главой областного совета, и он давно у нас в политике в местной, есть ли у него возможность остаться? Или тот же Анатолий Дюмин, который с первого созыва городского совета, он здесь был и сейчас есть? Я вам хочу сказать, каждого депутата, мажоритарщика, будут судить не только по тем вопросам, которые он делает, по тем проблемам, которые он делает во дворах, а будут судить еще по тем делам, которые он делал в городском совете. Тобто, как голосовал, за что голосовал. Ведь вы посмотрите, почему у нас на сегодняшний день мажоритарщики пролетели, грубо говоря. Например, Саша Жилобецкий, он реально 4 года отработал на участке. Мы с ним вплотную работали, не касается, что он в БПП, я в другой партии, но мы работали для горожан. Но он почему-то не набрал определенного количества голосов. Может быть, это повлияло то, что они партийно голосовали за те реформы, которые народ не воспринял достойно. И поэтому могло это стать результатом таких показателей на выборах. Поэтому, вот я думаю, такие же самые выводы будут делать люди во время избирательной кампании и местных советов. А, допустим, наш мэр Александр Федорович, как вы считаете, будут, допустим, мэрские выборы у нас в 2020 году. Есть ли возможность у него, как представителя той же, например, самопомощи, он шел у нас, как мы знаем, от нее. Есть ли возможность, допустим, у него стать снова мэром? Или человек, который пойдет, любой человек, который пойдет от слуги народа, с легкостью возьмет этот педестал? Я хочу сказать, вот смотрите, у нас в 2015 году были выборы, и вы все знаете, горожане знают, как зашел сюда Александр Федорович. Голосовали по факту не за Александра Федоровича, а голосовали против определенных кандидатов. Правильно? Поэтому Александр Федорович сюда попал. Такая же ситуация сложилась сейчас в парламенте. По факту, грубо говоря, сегодняшний бренд дал возможность действующему президенту, действующему парламенту, который сейчас формируется, да, новому, принимать уже полностью, брать ответственность на себя, и не говорить там попорядники и так далее, и так далее. Тобто они взяли полностью ответственность за экономическое состояние нашего государства в стране, ну, полностью. Поэтому они полностью будут нести ответственность по формированию тарифов, по формированию там, ну, пенсии, скажем так, увеличения там, заработных плат, поднятия минимальных и так далее. И так далее полностью будут нести ответственность. Поэтому я думаю, что в ближайшее время народ увидит, достойны эта команда управлять страной или нет. А вот кто-то из ваших коллег в городском совете, если вы говорите, что вы собираетесь баллотироваться от оппозиционной платформы «За жизнь», может, кто-то из ваших коллег тоже просил, может быть, там, предлагал свою кандидатуру, чтобы тоже баллотироваться по этой парламенте, может, вам известно? Ну, я думаю, от оппозиционной платформы должны прийти новые люди, которые действительно, ну, скажем так, будут работать более эффективнее, чем на сегодняшний день проработал оппозиционный блок в городском совете. То есть можно с уверенностью сказать, что депутаты нынешнего оппозиционного блока в городском совете не смогут зайти в оппозиционную платформу «За жизнь»? Ну, я не могу это так утверждать, понимаете? Поэтому, хотя, кстати, из-за оппозиционного блока на сегодняшний день есть достойные люди, которые могли бы поработать. А кого бы мы могли выделить вот так? Ну, кого? Я бы сделал выводы после того, как посмотрел все стенограммы по сессии, проверить, кто, как, за что голосовал. Я могу за себя ответить. Я не голосовал за дерибан земли, я не голосовал за какие-то бюджетные дерибаны. Я голосовал только те вопросы, что интересуют наших горожан, понимаете? Поэтому те проблемы, которые на сегодняшний день существуют, я в основном их и поддерживал для того, чтобы решить те или иные, ну, скажем, решить те или иные проблемы, которые создались за многие годы в городе Николаеве. Вот сейчас Игорь Сергеевич Дятлов смог бы составить вам компанию, стать вашим коллегой и помогать вам в работе следующего созыва? Вы знаете, я думаю, что мы, может быть, справимся и без Игоря Сергеевича.